Ничего не роется, ничего не видно. Но рыба сейчас не сильно кормится, может и не рыться. Ух ты, смотрите, клюет уже. Видели? Ух ты, блин. Видели, ребят, только опускал, и он сразу клюнул, и почищенный. Ох, как удочка отрабатывает. Куда? На нас идёт. Это красивенький. Здорово, народ! С вами Михайлович и канал Клуб Рыбаков. Ребятки, что-то давно мы не гоняли карпа на удочку с боковым кивочком. Самая быстрая и самая результативная рыбалочка на карпа. И самая дешёвая, ребятки. И самое главное, что не надо сидеть с утками. Закормил и пошёл их собирать, как грибочки этих карпов, ребят. И ещё, в чём прикол этой удочки, что вы удочкой с боковым кивком можете ловить в самых труднодоступных местах. Именно там, где живёт карп, это в коряжнике, в камышах, куда другими снастями вы не залезете. А вот кивочком, что у нас тут, кивочек выступает в роли сигнализатора, шнур, мармешечка. В любое место, в любом месте вы его достанете. И мы сегодня будем гонять карпа в коряжники. Смотрите, какие коряги. Но, есть одно но. У нас в Украине вчера прошли сильнейшие грозы, сильнейшие дожди. У людей вообще дамбы попрорывало. Представляете, такой шел дождь в Киевской области, что вон моих знакомых на долине озёр три озера прорвало дамбы, и вся вода ушла вместе с рыбой. Блин, печаль, беда, конечно. Домика нет уже. Домика нет уже. Здесь тоже вода, я смотрю, поднялась где-то на полметра. Чёрная, глина всё. Не знаю, будет, не будет карп, но пойдём пробовать. Короче, мешаем сейчас прикормочку, закармливаемся и посмотрим. Зайдёт карп на наше место или не зайдёт? Ну, я думаю, зайдёт. Сейчас мы сделаем такую прикормку, что с соседнего водоёма придут карпы и будут клевать. Ну что, сделаем царскую прикормочку, от которой нет, кажется, ни одна рыба. Здесь, в принципе, в этой рыбалке можно кормиться и одними зерновыми. Я раньше кормился горохом, кукурузкой. Но, ребятки, прикормка решает исход нашей рыбалочки. И чем лучше прикормка, тем лучше у вас будет рыбалочка. Так что, делаем сразу шикарную прикормочку. Итак, за основу возьмём карповую прикормку от фирмы Интеркриль, которая называется Чёрный криль. Я её ещё не пробовал, но пробовал другие прикормки из карповой серии, друзья. Вы сами видели, результаты просто супер бомба класс. Значит, сыпуха карповая, чёрный криль. Туда добавим 8-миллиметрового пелица Интеркриль. Здесь смесь 6-8-миллиметровых пелицев. Туда добавим зерновых трикобайц, горох, сладкая кукурузка, микс кукурузиный, кукурузиный мёд. Плюс лакомство карпа тигровый орех. И чтобы рыбка стояла на месте, кормилась, никуда не уходила, добавляем конопли. И это всё, ребятки, засыпем молотой антарктической креветкой от Интеркриль. Интеркриль и начинался. Всё начиналось с молотой антарктической креветочки. И чтобы уже уж точно у нас был шикардос, всё это зальём водичкой вместе с бустером Тандембейс. Бустер Тандембейс, трускавка, страубери. Чёрный-чёрный криль. Смотрите, какой чёрный криль. Так, наша ведёрочка для прикормочки Синтез. Опа. Ох и будет сейчас у нас прикормка. Ох и будет. Ну что, прикормочка готова. Можно идти и делать места. Я пододелал заброды, а то водички добавилось. Хрень его знает. Могу не достать в сапогах. Пошли кормиться. Да, подтопило, конечно, ёлки-палки. Так, как я сюда буду с удочкой залазить? Я не знаю, какая тут глубина. Ого. Сразу глубина такая нормальная. Ого. Ила, ё-моё. Вот, сейчас возле этих затопленных деревьев и закормимся. Давайте, карпы, приходите и клюйте. Всё. И так идём. Сейчас сделаем 5-7 мест. И потом будем ходить собирать. Карпушек, ух ты, ё-моё. Иду по воде, здесь деревья лежат. Ну и вода, смотрите, какая болота мутная. Всё, ребятки, закормился. Видите, по грудь в воде хожу. Будем ждать подхода. Можно теперь час-полтора, то и два идти на берег и курить бамбук. Ждать подхода рыбки. Для этой рыбалочки, самое главное, нужны хорошие, лёгкие и мощные, мега-мощные удочки. Чтобы того карпа подорвать, засечь его и скорях, чтобы вытянуть, надо супер-мощная удочка. Мы давно дошли до удочек. Мы их перепробовали, ну блин, наверное, сотни разные. Есть удочки, которые тянут карпа, но они ломаются или сильно выгибаются. Не получается держать, не получается вытянуть. Ну, больше всего, что удочки просто не выдерживают. Подсечка, пошёл карп, вы знаете, карп первый удар даёт такой серьёзный, и удочка ломается. То, мы давно пришли к удочкам, тика премьера. И сегодня я на этой рыбалочке тоже буду использовать новые обновлённые удочки. Тика премьера, необоло голден кеч. Их сделали, раньше они были с тестом до 60 грамм. Сейчас эти удочки идут с тестом до 100 грамм. Ребятки, второй год катаю эту удочку. Блин, бомба, карпа держит. Трёшку можно без подсаки, блин, на берег выбрасывать. Но не надо такое делать, лучше пользоваться подсачкой. И когда я рыбачу с берега, то я использую удочку в размере 5,80. А когда с лодочки, то тогда использую удочку в размере 4,80. Ну, так как я в забродах решил сегодня порыбачить, то будем использовать 4,80 удочку. Она намного легче. Это же надо, целый день надо удочку держать в руке, ребятки. Из-за этого надо лягусенькую удочку. Оп, значит будем использовать сегодня 4,80 удочку. Теперь, как устроены сами удочки. Значит, на кончик ставим кивочек, самодельный кивочек. Клуб рыбаков тоже эти кивочки мы уже используем больше 15 лет. Дошли к шикарным кивкам, которые не ржавеют, не ломаются, ребятки. Ничего с ними не случается. Кивок бомба. Плюс самодельные мармышечки на крючках маруто. Тоже крючки шикарные, не разгибаются, карпа держат. И кивочек, ребятки, кивок и мармышку делает один мастер у нас. То есть кивок с мармышкой сбалансированный. И под этот кивок и карповая мармышка отбалансирована, и карасевые мармышечки еще есть у нас. Также под этот кивочек четко подходит. Также на эту удочку нужна максимум легенькая и классная катушка. Четвертую или пятую рыбалку тестирую я вот эти катушки. Там меня спрашивают, Михалыч, что за катушка. Я вам обещал рассказать, но позже. Короче, катушки испытания прошли. Шикарная. Идеально сюда подходит эта катушка под эту рыбалочку. Называется она ProHunter модель 101. Ребятки, если они еще есть в наличии, их магазин Берег завозил, то я оставлю на них вам ссылочку. Катушка не дешевая, но она того стоит. И она намного дешевле, чем мы раньше купляли. Мы раньше покупали самодельные титановые. Там вообще 100, 150, 200 баксов катушка стоила. Ну, это намного лучше, чем те титановые. И стоит дешевле. Вроде бы 1400 гривен. Я когда собираю катушки, и раньше я пользовался дешевыми карбоновыми катушками. Там они 40 или 50 гривен. Тоже неплохие катушки, но они недолго ходили. Эта катушка, я думаю, будет служить вам годами. Я ее срисовал, то есть первый раз увидел на зимней рыбалке Юрика Орлова. Заказал себе, покатал, короче, катушки бомба. На катушечке намотан шнур оригинальный Power Pro. На пятиметровочке у меня 0,36 миллиметров. И на шестиметровке намотал 0,41. 0,41 уже немного толстоватая, но все равно. Зато будет с хорошим запасом. Ребятки, этот шнур просто лучшего нет. Под эту рыбалку в корягах он не режется, не обрывается. Держит любого монстра. Я ни разу, ни разу его не оторвал, блин. Шнуры, самое то, только ищите, ребятки, именно, чтобы был оригинальный. И оригинальный стоит что-то, как бобина в районе 800 гривен. А подделки 150, 200, 250, то обязательно, чтобы был оригинальный. Оригинальный будет ходить. Ну и, как вы уже поняли, эти удочки самодельные. То есть, отдельно покупаете удочку, отдельно покупаете кивочек, отдельно мормышку покупаете. И сами можете собрать. Как собрать эту удочку, на канале есть видео. Если я не забуду, то я прикручу даже подкастку в правом верхнем углу. Я снимал аж два видео, как собрать такую удочку. Там, в принципе, ничего нет сложного. Ну, а кто не хочет заморачиваться, никто не хочет геморроиться, ребятки, те пишите мне на почту. Почта будет под моим видео. И я вам соберу такую удочку. Эти удочки я отправляю по всему миру, в любую точку, в любую страну. Ну, а кто по Украине, кому надо купить запчасти, то есть кивочки, мормышки, кармачки, клуб рыбаков. Их вы можете купить. Их в Украине продает магазин «Клуб рыбаков Шоп», «Террафиш» и магазин «Карп Зандер». На крючок мы будем одевать наши плавающие, пылящие, флюоресцентные бойлики. Клуб рыбаков «Хот Пеппер энд Сквит». Раньше я тоже ловил на горох, на кукурузку, на пелец даже пробовал ловить. Но, ребятки, когда не было клёво, и я одел, попробовал бойлики наши, блин, так это же намного круче получилось. Всё, бойлики спасли рыбалочку. Так что сегодня мы будем ловить на наши бойлики. И бойлики на крючок будем насаживать с помощью пучковяза. Пучковязы от фирмы «Оранж». Значит, здесь всё легко и просто. Можно и просто на крючок. Я одевал на крючок, но, ребятки, много холостых поклёвок и много сходов. Так что лучше одевать с резинкой. Вот с прошлой рыбалки, видите, резиночка осталась. Пучковяз кто-то придумал, это вещь. Резинку одеваем на пучковяз, вот так, на сам кончик. Хопа, и оно вот так, видите. Раз, и на бойлик. Чик. И резинку под крючочек. О, ребят, смотрите, как получается. И всё, и пошли ловить карпиков. Бойлик плавающий, плюс делает меньше вес в мормышке. И карп сразу её всасывает. Сразу только фу-п, и она ему влетает. Веррёс, жало у вас не закрытое, открытое, бам, и подсечечка. Берём с собой запасные мормышки. Оп. И идём рыбачить. Коряги, блин, могут быть много зацепов. Так что запасные мормышки надо с собой иметь. Ну что, идём проверять. Первая точечка. Опа, цачка, смотрю, как раз будет то, что надо. Моя фидерная подсака. Самая универсальная подсака получилась, ребятки. Брэйн-фантом. Там длинная. Будет хорошо карпа брать там скорее. Опа-на. Брэйн-фантом 4 метра. Набирается с разными головами. Блин, ну и ветер раздулся. Ехарный бабай. Так, ну я смотрю, рыбка не роется на точке. Так, плавай. Сейчас будем ходить проверять. Опа-на. А ну. Чик. Так, глубина сантиметров 70 вот здесь у нас на первой точке. Плаваем. Смотрим, где карп зашел. Опа. Есть. Видели? Ух ты шо, ты шо, ты шо. Держать. Держать. Смотрите, как будочка держит. Ух ты, красавчик. Смотрите, какой красивый сазанчик. Ух, красава. Все, видите, главное удочка держит. Главное подсечка. Опа. И держать. Ух ты, блин. Е-мое, разорвал. Разорвал эту губу. Ты киев, сельмо все. Три поклевки, и мы без рыбы. И такой сазанчик был последней четверочка железная. Но я знаю, почему так. Я и хотел, ребятки, быть. Ух ты, е-мое. Видите, еще в воду падаю, е-карный бабай. А все из-за того, е-мое, не жахнул чайка из термоса за джирушой, блин. Если бы чайка жахнул бы, все, сразу все было бы иначе. Так, видите, даже с воды выйти не могу. Короче, банда это капец. У нас такой дождь профигачил. Блин, просто труба. Такие лужи текли, я не знаю. Блин, жестяк. И народ сидит он на том берегу. Рыбка спит. Не вижу, чтобы кто-то что-то ловил. А я сейчас пойду на второй круг. Вот эти, в эти коряги сейчас полезем, блин. Ох, е-мое, вода темная, мутная. Но зато ветер немного успокоится, но я в баню. И на вечер смотрю, снова пишут дожди. Ёлки-палки, на день не писали, а он как жахнул. Короче, банда, наверное, перед вторым кругом я сейчас гряпну чайка с волшебного термоса, с термокружки волшебной за джирушой. Вы знаете, за джирушой, блин, помогают рыбалке еще круче, чем прикорбки и насадки. Только чайка жахнешь, так сразу оно и мазь идет. Короче, поправляем карму из термоса за джирушой. Между прочим, у кого есть, мне тоже люди писали в комментариях, клево, нет, только чайка жахнул. Так сразу и все пошло. Но именно за джируш, так работает только за джирушой. Блин, ну в натуре, что термосы классные, что как талисманы, это капец. Короче, ребятки, запасы за рыбалочку. Будьмо. О, тучки снова-то натягивает, натягивает ядрен батон, блин. Это пипец, что за погода, блин, в этом сезоне, жесть, просто жесть. Ну что, делаем очередной заход. Первая точечка. Так, ребятки, кто не знает, как ловить, значит, все просто. Опускаем нашу мормышку на дно. О, еще и дно нет. Здесь немного глубоковато. Где-то метр двадцать. Все. Положили на дно. И ждем секунд 10-20. Если поклевочки нет, приподняли вот так и легенько в дно. Бум. То есть привлекаем карпа. Если он где-то рядом стоит, то на это обращает внимание и подходит. И так на каждой точке, ну, минут три, если смотрите, что рыба есть, там роется и не клюет, то подыгрываете ей. Минут пять постояли, все, больше времени не тратьте, идите на другую точку. Давай, 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 давай. Опа, ребят. Ух ты, блин, аж меня потянуло ни херена себе. Ух ты, ё-моё. И запутался там в коряга. Ни хрена себе рыбеха там была. Поднял кивочек и потом опустел. Блин, и где-то зашел так нехорошо в эти дрова. Ушел, подлюка, наверное. Да ё-моё, первая холостая, второй исход. Ты шо, а? Видели, подтянулся карпик на нашу прикормочку. Ё-моё, ну. Охренеть. Жаль, ладно, пошли отцеплять. Ребятки, ё-моё, там он есть. Вот он, смотрите. Ё-карный бабай. Пошел отцеплять, вот он. Ё-моё, подсачка. Ё-карный бабай. Вот он. Охрен стартанул. Так, иди в подсаку. О, видали? Ё-моё, небольшой, блин. А так стартанул. Я думал, там, блин, такая пятерка как минимум. А он небольшой. Сейчас покажу, сейчас покажу, в камеру пойдем. О, ребятки, такой первый тузик маленький. Ну, килограммчиков на два. Но зато, что он первый, ё-моё, блин. Мы его поймали, пришел на нашу прикормочку. Мужики там аж повставали. Прозревают. Они тут сидят с ночевкой. Я еще не видел ни одной рыбы. А тут зашел, видите. Главное, чайку из-за джеруши жахнул. И сразу вам такая рыбка. Сейчас весим ее. Сколько думает? Я думаю, килограммчиков два, не больше. Опа. Сколько там? А, не, нифига, я ошибся. Три килограмма. Два девятьсот восемьдесят. Видите? Два девятьсот восемьдесят. Ни хрена себе. Ну, пускай там подсачка. Сто грамм. А если бы он сошел, я бы сказал бы, килограмм шесть-семь был. Он так бы не потянул, блин, на первый в этом самом. А так мы его отпустим. Такое удовольствие подарил, он подарил. Пускай плывет, реально. По бабушек и дедушек. Давай, брат. Пока-пока. Короче, баба. Первый есть. Опа-на. Одеваем нового бойлика. Мимо наших бойликов хрен пройдет. Красота. Продолжим. Между прочим, друзья, в компании Килнекс прикольные обновки, прикольные новинки. Помните Килнекс? Та, что лампы от комаров делает. С красным светом последние были. Лампы, блин, шикардосные. Светят на одной зарядке, светят очень долго. Плюс красный цвет. Так вот, у них новиночки. Две шикарные новинки. Это пауэрбанк на 16 мАч. Который идет вместе с такой большой солнечной батареей. И плюс в нем есть быстрая зарядка для телефонов, для ваших гаджетов. Плюс этот пауэрбанк, когда вы идете в поход, его можно на рюкзак повесить. Будете идти, и он будет заряжаться, пока вы куда-то идете. Или положили, от солнышка зарядился, и вы на рыбалках не паритесь. У вас пауэрбанк, блин, все хорошо. Сейчас пауэрбанк полностью заряжен. А если разряжен, то тут синие кнопочки светятся. И плюс можно включать быстрый заряд. Видали? Плюс фонарь идет, блин, встроенный. Солнечные панели, если вам не нужны, то можно их, в принципе, отсоединить. Они быстро отсоединяются. Вот раз. Такое удобное портативное устройство, которое пригодится любому туристу, рыбаку, охотнику. Опс. Вон выходы Type-C, обычный microSD. Лампы наши можно заряжать от него. Плюс народ, здесь два выхода, то есть сразу два гаджета можно заряжать. Раз. Вон оранжевый, видите, светится, заряжается наша лампа. Ну вот что классное, ребятки. Это гаджет-мечта любого активного человека. Многофункциональная лопата, которая сделана с марганцевой стали. Это сталь, которая служить будет вам долгие-долгие годы. Одна из самых качественных сталей. Смотрите, какая лопатка. Здесь есть и пила, можно деревья пилить. Здесь есть и ножик. То есть можно что-то порезать, разрезать. Здесь есть открывалка, бутылки открывать. Здесь есть вот такой резак. То есть где-то трос какой-то перерезать или веревочку. Даже ключи есть разные, видали? Ну и плюс как лопата шикарная. Но это еще не все, ребятки. Эта лопата идет в такой компактной сумочке. Оп. И она собирается здесь держак с трех частей. Сейчас соберу, вам и покажу. Если вам надо длинная ручка, то вкручиваем все три части. Ручка здесь где-то около метра. Теперь сама лопата. Ее можно использовать как обычную лопату. То есть вот здесь раз, поджали. И можно копать, пилить, резать. Что угодно. И плюс, ребятки, эту лопату можно использовать и как молот. То есть ручку отпустили. Здесь чуть-чуть раскрутили. Оп. И она переходит вот в такое положение. Все, зажимаем обратно. И теперь у нас получилось как тяпка. То есть как сапа. Сапать. Если надо что-то разбить, постучать почему-то. Можно постучать. Или там вот быстро ямку копать. Раз, раз. Лопата острая. Шикарная. Я же говорю, сделана с высокого качества стали. На ручке лопатки есть вот такое острие. Которым можно стекло колоть. Там кирпич, камни разбивать. И еще это не все. Смотрите, что у нас еще есть в ручке. А здесь у нас спрятался с одной стороны вкручен ножик. А с другой стороны, ребятки, смотрите. Есть свисток. Сигнал тревоги подавать. Или рыбу звать. А в свисток вкручено огнево. Которым можно без спичек, без зажигалки разжечь костер. Где-то в походных условиях. То есть выкручиваем наш ножик. Опа-на. Смотрите, какой нож. Тоже с открывачкой. Острый. Пилочка. Можно рыбку почистить. Ножик выкрутили. И обратной стороной вкручиваем его в ручку. Все, ребятки. Смотрите, какой удобный нож у вас. С длинной рукояткой. И теперь ножиком можно выкресать искры. То есть бумагу какую-то. Ух. Смотрите. И можно в полевых условиях разводить костер. О. О. Ага. Видели? Сейчас костер разведем. Прикольная штука. Прикольная. Ох. И прикольно, что это все не валяется у вас. Не теряется. Все вкручивается в лопатку. Все хранится в лопате. Раз. А ну ж проверим, как она пилит. О. Это вполне, ребят. Смотрите. Вполне нормальная пила. Смотрите. Раз, раз. Быстро. Сам ножик на лопате. О. О. Бомба. Тоже острый. Блин. Так что это не просто игрушка. А действительно многофункциональный аппарат. Е-мое. Я думаю, этой пилочкой можно также судаков, акуней разных чистить. Блин. Бомба. Прикольная лопата. Это мне уже нравится. Опа. Ребят, видели? Опа, на нас идет. Это уже получше. Ох, это, блин. Блин, ушел. Да е-мое. Ушел, гад. Вот, блин. Это такая пятерка была, блин. Губу разрезал ему, наверное. Жаль. И бревно прицепилось. Фух. Но ничего. Е-мое. Удовольствие подарил. Ядрен батон. Блин, ребятка. Это просто жестяк. Так. Речек острый. Все хорошо. Наживляем. Идем дальше. Капец банда, блин. Выходил с воды, зацепился за пенек и нырнул нахрен, блин. Набрал воды. Е-мое. Рыбалка под угрозой. А на улице сейчас так прохладненько, знаете. Сейчас будем по-быстрому как-то сушиться, что-то пододевать. И продолжим. Блин, карп начал брать. И тут такие технические проблемы. Вы видели, ребятки? Ну, надо ж такое. Йокарный бабай. Блин, костюмчик мой карпедием замочился. Е-мое. Жаль, что он не водонепроницаемый. Да, если бы был еще водонепроницаемый, вообще было бы шикардос. Ну, фигня. Сейчас чего-то придумаем и пойдем дальше. Дальше. Карпы нас там ждуть, блин. Как раз они зашли на прикормку, видели? Ну, этот был такой, килограмм 5-6. Я его уже видел. Видели, как сопротивлялся под люка? Блин. Ух, блин. Ну, надо ж такое. Ну, так спешил, так спешил. Под водой пенектика раз. И полетел вот так по шею. Капеца. Хорошо, что кофта на мне не была одета, ребятки. От костюмчика карпедием. Блин, костюмы классные, е-мое. И как раз сейчас то, что надо, пригодилась мне кофточка. Между прочим, у кого нет, на лето экипировочка просто шикарная. Летняя экипировка. Спортивный рыбацкий костюм от компании карпедием. Ребятки, когда холодно, в нем не холодно, когда ты его делал. Когда солнце жарит, блин, в нем не жарко. Вообще шикардосый. Вид прикольный. И, ребятки, я вожу с собой дождевики бафтовские. Сейчас дождевика оденем, штаны оденем. А то без штанов как-то ж, блин, не по фэншу и рыбачить. И нас это не остановит. Какие там мелочи. Подумаешь там нырнуть. О, как раз и дождевик пригодился. Там есть два вида дождевиков. Один дешевле, один дороже. Сейчас попробуем то, что дороже. Прикольные костюмчики. Есть серые, есть красные, есть черные. Разных цветов. Сейчас штаны одеваем, одеваем заброды. Погнали дальше. Сейчас мы замочим еще того карпа такого. О, блин. О, смотрите, ребятки, да? Дождевика одел. И можно теперь заброды одевать. Наверное, так и пойдем рыбачить. Оно же не промокает, да? А вейдерсы мои, блин, мокрые. Жаль, носков нет водонепроницаемых. Придется, блин, без носков одеваться. А так, смотрите, нормальный дождевичок, да? Народ, надо такое возить всегда с собой в автомобиле. Всегда. Вдруг где-то погребы. Между прочим, кто в погребы ходит. Тема. Этот костюмчик дышащий, ребятки. Дышащий, водонепроницаемый и ветронепродуваемый. И как знак это оказался. Опа, класс, что был в машине. Хопана. И мы снова в полной боевой готовности. Пошли. О, смотрите, какие грязевые потоки шуровали. Ё-моё, мусора намыло. Смотрите, какой дождь шел. Тут, блин, целый Ниагарский водопад был, ё-харные бабы. Видите, какое текло. И люди мусор выбрасывают возле водоема. И всё, в водоем пошло. Вон, шифр даже плыл. Видите, ребятки, смотрите. Какое плыло оно. Сколько воды пришло. Ядрён батон. Блин, и сколько мусора. Ё-моё. Я же говорю, ребятки, не выбрасывайте мусор. Не выбрасывайте. Особенно возле водоемов. Берегите природу. Вы же, блин, здесь живёте. Смотрите, какое, блин, неподобство, да? Это ж свои. Кто здесь в селе живёт, тот выбрасывает мусор, блин. Вот, ё-моё, люди. А потом говорят, шо, как свиньи живём, блин. Видите, как плыло. Всё где-то с горы сюда приплыло с водой. К водоему. Хладненько, блин. Печально, печально. Всё, идём карпов варить. Опа, ребятки. Ух ты, блин. Да шо ж такое, ёлки-палки. Снова сход. Руки мокрые. Бойлики пылящие. Смотрите, как красят пальцы. Пальцы оранжевые. Хоть. А, есть такое. Всё, идём дальше. Ничего не роется, ничего не видно. Но рыба сейчас не сильно кормится, может и не рыться. Ох ты, смотрите, клюёт уже. Видели? Ух ты, блин. Видели, ребят, только опускал, и он сразу клюнул и почищенный. Ух, как удочка отрабатывает. Куда она нас идёт? Это красивенький. Так, стой, брат. Хорош. 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 Ух, класс. Иди сюда. Оба-на. Да давай подсачку залази. О, есть. Этот есть. Видали, ребят? Ух, класс, что подсачка длинная. Только опустил и сразу клюнул. Ух ты, блин. Ничего себе. Видели, какой фирт сделал? Выскочил в подсаке. Хе-хе. Вот гад. Ты смотри. Ну, братан, ну ты что, вообще сдурел? Иди сюда. Выскочил в подсаке. Вот это он даёт. Ой, красивая расцветочка такая у него. Бомба. Всё, сейчас здесь закормимся. Сейчас покажу тебе, смотри, какой классный. Килограмм 4-5, наверное. Почищенный. Видели? Только зашёл, только опустил, и он сразу подходит. Посмотрите, какой красавец клюнул. Ух, ебой дал, блин. Почищенный, сопротивляется, ё-моё. А лёгенький какой, или это мне кажется? Блин, красивый карпик, смотрите, какой. Блин, зверюга. На кипочек, на удочку, блин. Шустрый он, шустрый. Так хотел смотаться от Михалыча. Ну, килограмм 4-5. Сейчас взвесим её и посмотрим. Смотрите, расцветка, да, ребят? Красивая. Эх, Михалыч вознаграждён. Хоть Михалыч и топился, да, и неудача его сегодня. Пустя, Аль. Дождь, погода эта конченая, капец. Ветер с утра. Но всё равно... Ой, как он, как он, чувак. Что ты скажешь нашим зрителям? Правильно, выезжайте на рыбалочки. И ловите рыбку, не сидите дома. Нифига. А, ну так как я и говорил, 4-200, ребятки. Видели? 4-200. Он уже отнерестившийся. Худой, блин. 4 килограмма, если отбросить под сачку. Ну что, по бабушку и дедушку его. Маленький, блин. Маленьких отпускаем, а больших жалко. Да, маленькие пускай растут, а больших жалко. Мне вообще, ребятки, карп друг. Вы ж помните, карп друг, карась еда, а лобатый селёдка. А в комментариях мне пишут, а плотва собака. Всё верно, народ, всё верно. Сейчас отпустим, чтобы здорово ваш поймать, блин. Блин, какой кайф. Такой адреналинчик выделюсь. Какой кайфок на кивоге. Ох, на коротке, ребятки. Я просто кайфую. Блин, какой же он красивенный. Тоже такая редкая раскраска у него. Ну как ты его заберёшь, а? Ну как, давай, братоку. Давай, братоку. Хопс. Стой. По бабушку и дедушку, да? Давай. Ага. Переворачивайся. Ты так хорошо, блин, хоть с подсак и выпрыгивал. Ну. Подмучился? Давай. Отходи. О, приходит с себя. Давай, помаши мне красиво фостик. Давай. Упс. Видите, как красиво. Пошёл. Пока-пока. Ох, между прочим, ребятки. На удочку с кивком, когда рыбачите, хорошо иметь перчатки на руке, чтобы они не скользили. Удочка вам в мозолине не намуливает. Голден кешь, спиннинговые перчаточки. Шикардос. Ну, вы же все их знаете. Блин, класс. Короче, кайф. Просто кайф. А что там народ? Что там народ? Что там народ сидит? Ловят они или не ловят? Что-то я пока что не вижу. Ни одного. Ну, на донные снасти сейчас, ребятки, печалька. Печалька с донными снастями. Дожди идут, погода эта непонятная. И рыбка не очень хочет клевать. А вот видите, в корягах, ну, на кивов вы всегда будете с рыбой. На кивочек всегда будете с рыбкой. Так что там он тоже с ночевкой, чувак, сидит. Сидит, ждет. Там дальше люди сидят. Тоже ходят, бродят. О, рыбачок маленький, красавчик. Молодец тоже они с ночевкой здесь были. Эх, блин. Холостая, е-мое. Давай, давай. Эх ты, блин. И снова то же самое. Что ж такое? Да что ж такое? Ты смотри. Понаплывал этих бревен. Ух, и завалы, видите, ребятки. И карпушки там должны крутиться. У нас солнышко пробивается через раз. Ветер подутих. Возможно, еще и погода нормальная будет. Ветер поднял кивочек. Ну, я поспешил. Он только начал поднимать. И поймал вот такую корягу. Это якорный бабай. Ну, коряга, это что ж? Поймал, поймал. Смотрите, какой красавчик носорог. Ух ты, 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 ты. Куда, куда? Куда? Стоять. Сейчас подсачку возьму. Ты ж погоди немного, чувак. Ты ж не спеши. Давай, давай подсачку. Опа. Иди сюда. Бог троицы любит, да? Класс, три штучки, как книга пишет. Бойлики, они не пропускают клуб рыбаков. О, это небольшой килограммчиков, два-три, может возьму пожарить на вечер. О, ребятки, килограмм два, наверное, не больше. Блин, наверное, я возьму этого пожарю. Он полностью почищенный, его чистить не надо. Готовый уже, только не жареный. Блин, чтобы они уже жареные клевали, вообще, блин, был бы шикардос. Так, кто там выводит породы карпов? А ну, выведите сразу жареные, чтоб клевали, да? Короче, тебе, дружи, не повезло. Тебя придется сегодня сожрать. Сколько он там весит? Ту-у-у! Сколько? Ничего себе, что это я не... Два восемьсот. Ну, блин, а ну, сколько подсачки, интересно, весит? У меня он такой, типа, двушка маленькая. Ту-ду-ду-у-у! Сколько там? Двести пятьдесят грамм, двести двадцать пять грамм подсачка, ребят. Два восемьсот, два шестьсот, ничего себе, блин! Что-то у меня прицел сбился, ёлки-палки. Так, захожу еще сюда и, наверное, хороший. Последняя точечка. А ну, пишите в комментариях, перенесет. Рыбу, блин, чудо, снова не покупался. Ё-моё, сколько можно уже плавать? О, дно есть. А я так стукнул, так гупнул, грюкнул, что если бы я был карпом, то я б смотался. Карп же слышит это все. Он может резь не слышать, но все удары, вибрации он слышит, собака. Короче, банда шикардос! Хоть и погода сегодня переменчива, как настроение у женщин, но, друзья, удочка с боковым кивочком выручает. По карпам это самая убойная и самая быстрая снасть, чтобы накалашматить этих карпов. Я раньше ни на какие карпфишинги. Надо карп, взял удочку, пошел, вольнул, сколько тебе надо. Этой же удочкой вы можете его наловить вообще неограниченное количество. Но помните всегда, ребятки, что природу надо беречь. Берите рыбы сколько, сколько вам надо покушать. И вы всегда будете ловить потом, а то все заберете, что потом будете ловить, что будет нашим детям. Ладненько, эта тема такая, конечно, обширная. Каждый сам для себя принимает решение. Ребятки, напомню вам. Удочка Тика Примера Необоло, Golden Catch. У меня, вообще я с берега рыбачу удочкой 5,80. Но сегодня, так как я в Забродах, то 4,80 удочкой пользовался. Ссылочку на саму удочку я вам оставлю под видео. Как и на все, что вы сегодня видели в моем видео, будут ссылочки под видео. Запчасти. И как собрать эту удочку, на канале есть видео, ребятки. Смотрите плейлист с Настей Михайловича. И там есть, как собрать эту удочку. Ну, а запчасти там кивочки, мармышки на карпа, на карася. Вы можете купить в магазине Клуб Рыбаков Шоп, Террафиш и в магазине Карп Зандер. Если кому надо за границу, или кому надо, кто не хочет сам заморачиваться, собирать эти удочки, я могу вам собрать. Те пишите, кому надо удочка уже готовая сборья, что взял и пошел на рыбалочку и дубасти шкарпов, то те пишите мне на почту. Почта моя также будет прикручена под этим роликом. Ну и что тут, что тут еще, ребятки, добавить? Блин, класс. Все получилось шикардос, блин. Напомню вам также, что Килнекс, фирма Килнекс, те что, лампы от комарей, шикарные лампы у них, помните, ребятки? То на фирме Килнекс все, что вы будете покупать, там действует от Михалыча скидка 10%. Но только на Килнекс, на все остальное, увы, лопаты классные, пауэрбанк шикарный, блин. И, друзья, теперь по экипировке, в чем я сегодня рыбачил. А то там, ну, если я не рассказываю, куча комментариев. Михалыч, блин, а что на тебе за костюм? Значит, спортивный костюмчик, рыболовный спортивный костюмчик у меня был. Карпе, ну, то есть он и есть, вот он. Карпе Дием. Потом дождевик, вот я одел. Дождевик Бафт. Здесь мембрана, ребятки, это тот дождевик, который немножко дороже. Там есть два вида, один дешевый, один дороже. То есть дешевый, водонепроницаемый, дых, дышащий, ветронепродуваемый, это тоже. Только в этом параметре водонепроницаемость 10 000 и дышащая способность 10 000. То есть мембранный костюм, здесь стоит крутизная мембрана. Всем рекомендую такие костюмчики, бомба. Потом Бафа я снял, он мокрый. Баф, кепка и очки. Очки тоже в машину положил, а то солнце то есть, то не е**ть.